Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Итак, друзья мои, после войны, после нашей победы, в которой, надеюсь, никто не сомневается, нам нужно будет отстраивать Украину от российско-фашистской нечисти. Понятно, что они нам полстраны расковыряли, полстраны разбили, полстраны отмародёрили. То есть, то, что они делали, это, по-моему, даже немецкие фашисты такого не делали в своё время. Но после них это всё можно отстроить. И вы знаете, с одной стороны, это как бы ужасно, с другой стороны, нам не придётся восстанавливать уничтоженные хрущёвки. Лучше на их месте построить что-то новое. И вот именно об этом будут завтра разговаривать в Швейцарии, в городе Лугана. Собирается конференция, международная конференция спонсоров, инвесторов, которая собирается отстраивать Украину после того, как мы отсюда вышвырнем расистов. Речь идёт о том, что должны выработаться принципы. Новый план Маршала, как его все называют, напомню, план Маршала, это план Соединённых Штатов Америки, по которым была отстроена, прежде всего, Германия, но и другие пострадавшие, Великобритания, конечно же, и другие пострадавшие от войны европейские страны, по которым они тогда получили фантастическую по тем временам сумму денег, порядка 13 миллиардов долларов, ну, при том долларе и тех в реалиях это были огромные деньги. И, собственно говоря, вот за эти деньги Германию отстроили, Великобританию отстроили, на сегодняшний день там высокий уровень жизни, это передовые страны. Собственно говоря, вот эти деньги и помогли выдернуть эти страны из того ужасающего состояния, в котором они находились после нападения фашистов. Ой, извините, фашистов немецких. То же самое, поэтому оговорка несущественна. Так вот, с Украиной будет приблизительно то же самое. Будет план Маршала. Основные принципы, что, как отстраивать и как это будет выглядеть будут выработаны вот сейчас в Лугана. И сколько денег ориентировочно на это нужно. Это будет комплексный подход, это будет подход и к беженцам. То есть, потому что, ну, вот скажем так, смотрите, рашисты разбили капитальное строение. Тут же Мариуполь надо отстраивать, да, после рашизма. Разбиты все дома. Разбиты все дома. Часть домов, может быть, можно будет каким-то образом восстанавливать. Часть домов там просто надо сносить и делать с нуля. Но, опять-таки, я говорю, смотрите, нет худа без добра. Ну, кто будет восстанавливать хрущевки? Ну, это бессмысленно по природе. Эти дома, это дома построенные, да, при Никите Сергеевича. И они свое отслужили. В любом случае их надо было сносить. Значит, будем строить что-то новое, что-то очень красивое. Вот этот подход тоже, что именно строить, как строить, в каких количествах. Следующий момент, это постройка на скорую руку быстренько временных городков для временно перемещенных лиц, которым пока что некуда вернуться, у которых разбиты дома, разбиты квартиры. А вот сейчас им жить надо, вот сейчас, здесь сию минуту. Вот этот подход тоже самое. Третий момент, это, естественно, занятость. Какие специальности нужны будут, в каком количестве специалисты, какие фирмы международные будут в этом всем принимать участие. Вот сейчас, собственно говоря, очень богатые люди будут собираться и эти вопросы, собственно говоря, решать по Украине. Точно так же, как они решались в свое время по Великобритании, Германии, по другим странам. Кстати, в Латинской Америке это тоже применялось в свое время. Вот. Понимаете, всегда это было очень успешно, поэтому нельзя недооценивать ту конференцию, которая будет завтра. И когда это все начнется? Начнется в больших объемах. То есть домики для переселенцев, это все уже прямо сейчас. Почему? Оно уже идет, потому что я, например, сам вот на станции Святошина недавно стоял, видел эти домики, мимо меня на Товарняке проехали. То есть это уже работает. А вот капитальное строительство начнется в тот момент, когда мы закончим с фашистской Россией, у Кондропупи мы ее, как говорится, отправим ее туда, где положено быть, в Болота. Вот в этот момент все, собственно говоря, и начнется. И мы начнем отстраивать, отбудовывать нашу Украину. Слава Украине!